друзья привет сегодня у нас с вами эксперимент я захватил с собой просто петличку для того чтобы проверить как она работает вообще в каких-то заведениях где-нибудь где мне может мешать сторонний шум я надеюсь что она сейчас пишет звук и все классно слышно в общем я пропала на пару дней все под тем же причинам каждый раз я перед вами оправдываюсь потому что чувствую вину и потому что я реально хочу снимать влоги но я не успеваю потому что есть работа потому что есть тренировки и все вместе как-то ты совмещаешь иногда у тебя просто и времени не хватает и просто сил не хватает вдохновение то есть у тебя просто исчезает вот этот запал ты вроде бы хочешь снимать это уже ничего не можешь говорить это просто хочется втыкать сидеть на диване и пялиться в телевизор какой-то бред и ни о чем не думать в любом случае ни о чем не думать не получается все равно ты все время в соцсетях, потому что ищешь новые идеи, продумываешь новый план. Я вот очень сильно хочу заказать макролинзу, все никак не закажу, это уланзи, по-моему, она называется, для того, чтобы пробовать новые форматы и на работе, и для своего, я не знаю, повышения навыка в принципе, потому что курс-то я уже закончила, я уже жду, кстати, когда нам там выдадут сертификаты, подтверждение того, что мы учились у Ксюши манекен, ну и как бы все, да, обучение я закончила, слава богу, я его завершила, оно просто было, во-первых, и не очень долгим, и оно реально было для меня очень интересно. Какие новости? Во-первых, есть у меня новости из четверга, очень красивые новости. Привет, друзья! Я сегодня из четверга передаю привет, потому что я оказалась совершенно случайно на аллее Сакура, которой я не знала, маленький сад Сакур, который находится возле театра молодежи, то место, которое я часто прохожу, когда иду на танцы, когда хожу в свою любимую кофейню на фестивальной, я не могла не показать вам эту прелестнейшую местность, поэтому вы теперь будете знать, где посмотреть Сакуру и сфоткаться с ними, и здесь не будет кучи людей, гарантирую, потому что почти все тусуются на Маяковского и, скорее всего, в нашем парке Дубовой рощи, если там уже расцвели Сакуру. Здесь прям умиротворение, лавочки, никого нет, вы можете прийти пофотографироваться, понюхать Сакуры, никто вам не будет мешать, и вы можете просто насладиться этим временем. Сейчас я наслаждаюсь. Я после Востока сходила в свою любимую кофейню, выпила эспрессо-тоник, съела кусочек торта без сахара, все просто, все сливое, зашла сюда и ощутила какую-то внезапную радость. Это потрясающее чувство. Дальше у меня репетиция нашего шоу-балета, но сейчас у меня какая-то мини-перезагрузка. Показываем. И я как раз только что была там, у меня тоже сидела возле этой аллейки, там выгружала истории по плану. Просто хотелось немножко на улице посидеть. После тренировки у нас была репетиция по Востоку, потому что мы готовимся с нашим шоу-балетом к новому выступлению. Оно будет в конце апреля, и мы будем танцевать третий танец еще. Это будет Индия. Индия для меня не очень знакомый стиль, хотя я его когда танцевала еще в «Катюше Проджект» много лет назад, но тем не менее интересный танец. Он очень такой динамичный, прикольный, активный, но он не про какую-то там женственность. Там такие есть позы иногда в раскоряку и так далее и тому подобное, поэтому чувствуешь себя иногда некомфортно. Но для шоу, для выступления это будет смотреться интересно. Плюс у нас уже есть костюмы там с прошлых коллективов, или кто-то там танцевал уже, просто эту постановку давно еще. Поэтому не нужно будет радиться на новые наряды. Это прекрасно. И у нас репетиция сегодня в субботу, сегодня суббота, была на 9 утра. Вот мы закончили. Я сейчас буду доделывать всю свою работу. Хочу ответить на все вопросы в Инстаграм, потому что делала окошко, бросил. Знаете, сегодня я себя не очень хорошо чувствую в плане ног. Мне очень сильно ноют ноги, как на перемену в погоде. И так и случилось. У нас вчера, позавчера было, позавчера было очень жарко. Сегодня все. Я понимала, что такой, знаете, прохладный ветер задул, и у меня ноги просто не на месте. Я не могу понять, что такое, что с этим делать. Ну, короче, не очень приятные ощущения, но тем не менее. Я решила просто зайти и сесть уже на стул мягкий, а не на эту лавку дубовую, потому что мне прям некомфортно было. Это то, что я хотела сказать. И, кстати, упала я работать, опять же, в свою любимую кофейню уже. Реально, я в этом месте сейчас чувствую себя как в каком-то убежище. Не в том плане, что мне здесь безопасно. Нет, здесь очень комфортно. Здесь прям очень комфортно. Здесь нет какой-то вычурной обстановки, какого-то гвалта, какого-то шума. Очень реально хорошие, вкусные напитки, обслуживание и еда. Ну, то есть мне здесь нравится всё. Поэтому я здесь вообще постоянно теперь зависаю. Хотя никогда не приходила сюда. Кстати, взяла я себе капучино на кокосовом. Кстати, только кокосовое молоко и было. И взяла себе однушку одну печеньку попробовать. Может, попозже с собой нужно что-то посерьёзнее, но пока так. У меня сегодня на обед сэндвич с сейфом и с индейкой. Я, конечно, думала, хлеб дёмный. Ну, куска белого хлеба. Почему я на него смотрю? Думаю, что он мой враг. Ну, здесь прям яйцо, индейка, зелень, овощи. Я не знаю, что это за дерево, но похоже на вишню. Просто вишня. Она так красиво цветёт. Невероятное какое-то дерево. Очень красиво. Прелесть, прелесть. Я в дубовке не была. Так много времени, так давно. Я не могу понять, что такое. Фуф. Ребята, запах просто. Ну, вы сами понимаете. А там вообще люди медленные танцы какие-то танцуют. Не могу понять тоже по какой причине. Может, у кого-то там какой-то праздник. Катя, то есть на пенсионеров. Разложились. Да, это так классно. Я думаю, можно к ним присоединиться. Там у них всякая еда, танцюльки. Ммм, прикольно. Я не помню, мы тут были год назад или два года назад с родителями. Наверное, всё-таки два года назад. Потому что сакуры были намного меньше. Посмотрите, как они уже подросли. Я вообще думаю, вырастут ли они в большие деревья. Знаете, как в Японии. Когда цветёт сакура, это там всеобщий праздник. Но это реально очень красиво. Возле каждого дерева люди. Попробую сфоткаться. Но, блин. Она потрясающая. Сакура. У неё просто приятно смотреть. Очень приятно. И да, сейчас ещё есть возможность ей полюбоваться в дубовочке. Не только в дубовочке, ещё возле фонтана в центре города. И там, где я вам показала. Секретное местечко, где вы не увидите такой кучи людей. Сможете сфотографироваться. Но, естественно, деревья там меньше. Но я не считаю, что это плохо. Потому что здесь ты стоишь, и как бы голова вот тут где-то. Как же тут фотографироваться, чтобы красиво всё было видно. Можно снизу попробовать, кстати? В общем, единственные аттракционы, которые работают, это старые. Относительно. Аттракционы, которые привезли сюда, как в виде лунопарка. Нет, ещё есть лебеди. Они, наверное, тоже включаются. Мы на лебедях катались с вами, по-моему, в прошлом году. Я, мама и Родя, по-моему. Автодром работает. А все остальные качели, которые наши, старые, они не работают не потому, что война, как я себе думаю. Потому что их даже убрали половину. Они просто не в рабочем состоянии, не ухоженные. Ещё у нас просто невероятнейшей красоты дерева растёт на входе в парк. Я только не могу решить, что это за дерево, поэтому мои знатоки пишите в комментариях. Ну, ну, может, тоже какой-то сорт вишни, я не знаю. Потому что тоже такие вот похожие цветочки, красивый очень цвет. И оно такое, знаете, одно древо контора. Это наше запорожское. Кстати, реально, как символ просто. Все из него фотографируются, поэтому я тоже хочу пару фотографий. Ну, не прям близко, а где-нибудь далечко. Силипо как бы напоминает, что уже пора на шашлыки. Обзор покупочек на две с половиной тысячи, ребята. Молоко, йогурт без сахара, питьевой йогурт без сахара. По-гречески не питьевой. Целое ведро. Беру, часто ем. Такой шампунь. Еп. Монки. Вот такие вкусняшки с мятой и рыбой, печеньки. Соус. Я такой не ела. Сыр ин салата. Кстати, вкусный сыр. Увидела вот такой йогурт. Мне очень понравился. И захотелось попробовать яблоко, тыква и овсянка. Вообще-то это для детского питания. Ну, вы знаете, я такие могу есть, но это варабан. Что-то для детей. Лучше уже для детей взять. Мини-бананы. Еще и со скидкой, конечно, надо брать. Увидела вот такую овсянку. И тоже одну захотела взять попробовать. Не знала, насколько она будет вкусная. Губника-черника. Вроде бы хороший состав. Ну, это такое. Просто потому, что заинтересовала коробочка. Немножко кешью. Потом замороженная вишня. Хочу сделать любимые цельнозерновые пирожки или галеты с вишней. Яйца. Финики. Вот это очень классные финики. Продаются в магазинах вот этих типа турецких с сухофруктами разными. Именно вот эти. Они действительно свежие, без сиропа. Вкусные финики. Пиццу вот такую взяли. Одну уже готовую. Зубная паста. Лучший марвис для меня пока нет никакой пасты. Клубнички чуть-чуть взяли. Потом здесь вообще-то шашлык. Ну, это просто куриное филе замаринованное. Мы его запечем. И оно, кстати, мне как-то воняет. Лаваш круглый. Очень классный продается в Сильпо. Вот этот дезодрант мне реально понравился. Беру его сейчас второй раз. Бифосе. Он не дешевый, как для дезодранта. Сильпо 200 гривен стоит. Но он мне подошел. Скорее всего, после того, как я его купила второй раз, он не перестанет подходить. Перчатки для уборки. Вот такая зелень со спинатом и руколой. Здесь рыба. Какой-то бледный несчастный росось. Вот такие помидорки. Маленькие. Они как-то вкуснее больших. У них хотя бы есть вкус помидор реально. Большие бананы тоже взяли. Потом здесь немного слив. Вкусные сливы. Все попадаются. Два вот таких батончика. Давно не было их у меня. Это фруктовый хлеб. Реально классные. Ну, они такие калорийненькие, но очень вкусные. Когда-то я очень сильно фанатела. От них я брала такой батончик. Какао без сахара в арте и наслаждалась своей жизнью. Сейчас как-то подзабыла про эту маленькую традицию. Вот такую канталупу взяли попробовать половинку. Название, конечно, смешно. Это лимон, перчинка одна, имбирь. Что тут еще? Вот такие вот куски мяса. Это свинячие стейки. И гранола. Еще одна гранола. Она просто была со скидкой. Она там стоила 200 с чем-то. Продавалась за 150. Ну, надо же было взять, понимаете? Хотя гранолы у нас как бы много еще. Вот это вот 2,5 еще вода. Сегодня хотя бы стол полный. Что сказать вам, мои дорогие друзья? Очень прекрасно наблюдать в городе вот это цветение сакуры. Другое, какой-то вишни. Или что это там такое наблюдала в Дубовке. Это прям как-то вселяет надежду на лучшее. Хотя, я же говорю, в последнее время очень тяжело ментально. Я смотрела новый выпуск Рамины про орехов. Ну, это вообще. Ну, то есть города нет. Его просто нет. Не то, что там как бы снесены все дома. Они просто все разрушены. Там шла речь о том, что люди могут начать возвращаться туда. Но я не понимаю, куда возвращаться. Где людям там жить. Как им там жить. Это очень страшно. Я вообще на протяжении всей войны, я смотрю эти ролики. Я смотрю для того, чтобы понимать, что творится за пределами моего города. Что вообще в целом творится в стране. Чтобы разделять эту боль с людьми. Потому что не переживать вместе с ними для меня это как-то... Лично для меня. Это как маленькое преступление. Но я опять же не говорю, что это все должны смотреть. Потому что в моей семье, например, никто такое больше не смотрит. Мы там с сестрой разве что смотрели один раз выпуск про Мариуполь. Она посмотрела. И было очень тяжело. Она сама это все не включает. Люди не хотят еще больше себя в это все, знаете, погружать. А у меня наоборот. Я если это не смотрю, я чувствую даже какую-то вину. Я смотрела про Бучу, про Ильпень, про Изюм, про Авдеевку, про Бахмут. Я все, все, что могла. Я Хащи смотрела канал. Кстати, очень интересный канал. Именно прям чисто украинский. Если кому-то интересно смотреть еще на нашем украинском языке, то там прям как бы дарменуя. Я смотрю периодически, когда она ездит на такие горячие точки. Это дает мне понимание. Это не дает расслабляться. Это не дает забыть или не знать. И мне очень грустно от того, что в том же Мариуполе что-то кто-то отстраивает. И, знаете, люди могут забыть, не знать, что там было. Вот это очень странное ощущение. Иногда хочется орать об этом на весь мир. Про тот же Мариуполь. Помните, что было в Мариуполе. Не забывайте, что было в Мариуполе. Посмотрите, что сейчас на Запорожском направлении. Душа болит просто каждый день. Как-то хуже и хуже становится. Тут думаешь о том, что может быть со всей энергетикой. Потому что, знаете, да, по новостям, что очень сильный обстрел. Цветочки, да. Цветочки радуют. Ну, радуют ненадолго. Но, по крайней мере, я очень стараюсь себя этим наполнить и передать вам. Очень стараюсь. Я сейчас нашла душу в создании контента. Не то, чтобы я это делала только для работы. Вот именно в той сфере, где я работаю, там, да, только со своими точками. Я хочу улучшать свои знания и навыки, чтобы потом создавать что-то отдельно. Чтобы люди у меня могли брать заказы, там, например, отфоткать, не знаю, коробку пирожных. Отфоткать какую-то косметику. И я хочу над этим пока работать. Вот сейчас стоит такая цель. И это, да, меня тоже отвлекает. И новости, ребят. Посмотрим, как оно будет все дальше. Как это живем, как это исправляем. Спасибо за просмотр. Я была рада с вами сегодня пообщаться. Приходите обязательно на инстаграм. Еще успейте почитать ответы на вопросы. Посмотреть новый рилсик. Симпатичный. Узле дерева. Гондора. И поставить лайк там. Благодарю вас. Берегите себя обязательно. До новых встреч. Пока.